Всем привет, друзья! С вами Дима Ванпойнт, это Forza Horizon 5, и несмотря на то, что сейчас сезон, который идет, он не совсем интересный в плане новых каких-то автомобилей, календарь абонемента нас, как всегда, не огорчает, потому что в этот четверг можно было забрать просто потрясающий автомобиль от Феррари. Это Monsa SP2 2019 года. В 2018 году нам показали Monsa SP1, это автомобиль, где всего лишь одно место, но SP2 это тут у нас двухместный вариант. И тачка мега интересная в плане дизайна, в плане начинки, наверное, не особо, потому что здесь стоит V12 на 810 лошадей, взятый из 812 суперфаз. Тачка, понятное дело, что быстрая, она находится у нас в категории S1 867, индекс производительность, вы сами видите, какие здесь характеристики, то есть все очень и очень неплохо, но самое главное, что эта машина также вдохновлена классическими Феррари, например, 166-й. И, кстати, эта 166-я есть также в Порзе, поэтому если вдруг хотите посмотреть, откуда они взяли силуэт данного автомобиля, то можете взглянуть на нее, но там на самом деле не только 166-я, там еще есть другие автомобили от Феррари, которые также вдохновляли на дизайн данного автомобиля. И, в общем-то, самое интересное, что в интернете написано, что силуэт машины это купе-кабриолет, но на самом деле правильное название для вот этого кузова — спидстер. Знают это не все, а те, кто знают, скорее всего, слышали слово спидстер в Порше. Так вот, вот такой вот дизайн, это правильно называется спидстер. Запомним, немножечко обогащаем свои знания. Итак, цвет у нас всего лишь две штуки, это черный и красный. В красном, кстати, она смотрится очень даже неплохо, но почему-то мне вот лично, это лично мое мнение, мне кажется, что этой машине подходит черный. И при этом, заметьте, на фоне этого черного цвета не теряются все вот эти линии, которые дизайнеры сделали в этом автомобиле. Это очень круто, потому что у некоторых тачек, когда ты на них ставишь черный, то это все, это печаль, и машина выглядит как-то, ну, вычурно. Да, простите уж меня за тавтологию, но так вот получается. В общем, что сказать, давайте сейчас посмотрим на эту машину со всех сторон, конечно же, послушаем, как звучит двигатель от 812 Superfast. Ну, логично, что он будет звучать, наверное, так же. Он, причем, атмосферный, никаких турбин, ничего нету. И машина, кстати, разгоняется с нуля до сотни за 2,9 секунды. Это, понятное дело, потому что масса этого кузова всего лишь 1500 килограмм. То есть, ну, тут ничего такого... Ничего такого нету, из-за чего она бы разгонялась тяжелее. Вы только посмотрите на эту красоту. Я не знаю, почему вот для меня это какой-то отдельный фетиш, когда капот у машины поднимается вместе с фарами. Я не знаю, почему мне это так нравится, но это же гениально. Это же очень круто. Охренеть. Как это классно. Блин, она нереально красивая. Понятное дело, что эта машина вообще недосягаемая. Недосягаемая, причем даже для тех, у кого есть деньги на эту машину, потому что было выпущено всего 500 штук. И причем я так и не понял, 500 штук это вместе с SP1 или это только SP2 500 штук. То есть, очень ограниченная серия этих тачек. Ну, тут двигатель, понятное дело. Кстати, такая особенная, наверное, ситуация в том, что обычно-то всякие Ламборгини и Феррари, они среднемоторные. А здесь у нас мотор находится спереди. Но, как я уже говорил, вдохновлялись старыми тачками, поэтому так и получилось. Но вы гляньте, вот я сейчас хочу закрыть этот капот. Вы гляньте на двери, как они необычно поднимаются. Я даже не знаю, как это вообще, какой это тип дверей, как он должен правильно называться. Это выглядит вот так, как будто просто руки вверх подняла машина и такая типа, все, я сдаюсь, я сдаюсь. Блин, нереально это круто, конечно, смотрится, просто офигеть. Но, в общем, тут можно эту машину облизывать просто со всех сторон. Я могу 10 еще тысяч раз сказать, насколько она красивая. И я это сделаю, потому что она реально красивая. Это очень крутые формы, это очень хороший силуэт. И, наверное, ну, придраться можно только вот к этому диффузору карбоновому, который немножечко вот не с этой машины. То есть она вся такая классическая, вылизанная. Передок у нее просто фантастически хороший. Смотрится идеально. Но он диффузор, как по мне, есть уже какие-то вопросы к нему. Смотрится он, ну, опять же, это чисто мое мнение, немножечко вычурно на этой машине. Нужно было, мне кажется, сделать какую-то более классическую форму. Вообще, наверное, не делать этот диффузор, а ставить в хлопную систему. Но жопку сделать, знаете, такую попроще, более минималистичную. И мне кажется, это бы подошло автомобилю, потому что вверх он такой минималистичный. А смотришь вот на этот диффузор, и здесь уже какой-то, как будто перебор какой-то небольшой. Ну, типа на 812 Superfast это смотрелось, потому что сама вся машина, она, ну, там куча деталей, куча всего. Но здесь, как видите, тут сам кузов, он такой, достаточно мало линий на нем. Ладно, надеюсь, меня дизайнеры поняли. И, кстати, я только сейчас заметил, какая там внутри салоне перекладина. Просто охренеть, она огромнейшая. Это, то есть, ты едешь, вот, например, своей подругой, но единственное, за что ты ее можешь потрогать, это, получается, только за ногу левую. А как делать, ну, что обычно богатым делают их девушки, вот, ну, ну, вы поняли, да, о чем я, вот, а как? А получается, это же совсем надо гимнастку тогда. Это же прям, ну, неудобно, наверное. Ну, ладно, короче, че, получается, машина не для всех богачей, далеко не для всех. Короче, убранство у салона просто шикарнейшее. Карбона, я не знаю, вот, если можно было принести какой-то дар богу карбона, скорее всего, это была бы Монса из П-2. Потому что, ну, карбона здесь просто вот из всех щелей, из всех щелей карбон. И, кстати, очень интересно особенность, смотрите, только сейчас я это заметил, когда сел в салон, бардачок какой-то необычный. Подождите, что это за бардачок такой? Да, бардачок, такое ощущение, что здесь вот он держится прямо вот на таких ремнях. Прикольно. Слушайте, прикольно, очень круто. Ну, и, конечно же, давайте заведем двигатель. Мне очень интересно послушать его звук, такой же ли он или нет. Ну, да, звук такой же, как у 812 Superfast, но при этом, смотрите, у нас работает даже шкала оборотов на руле. Это прекрасно. Это просто замечательно. Шкала оборотов работает. А вот интересно, работает ли у нас спидометр? Окей, давайте, погнали. Сейчас проверим, как машина едет в стоки. И я прям вангую, что она сейчас просто нереально полетит боком, без всяких проблем. У нас тут еще и вечернее время. Ой, какая красота. Так, когда в сарае подарок от кого-то, у кого иероглифы, лучше его не забирать, потому что это может оказаться взломанная машина, за которую потом еще можно и бан получить. Поэтому я такие вещи обычно не делаю. Ну что же, она в вечернее время смотрится просто прекрасно. Хорошо, что у меня на моем персонаже надет шлем, потому что ветер будет дуть в хлебало просто нереально. Итак, полетели. Первая передача, вторая. Слушайте, ну она не так сильно забуксовывается, как я думал. И знаете, что у нее получается? Она сейчас настолько жестко стартанула и настолько поехала прям-прямо. Прям-прямо. Да, нормально, я умею разговаривать. Разговаривать это мое. Вот, что я просто даже не смог ее нормально отловить. Но, тем не менее, на большой скорости она управляется очень и очень даже неплохо, я вам скажу. 290 километров в час у нас ближайший радар. Мы только что проехали. О, у меня рекорд на нем уже 392. И давайте смотрим, что у нас здесь. Слушайте, ну поворачивает она неплохо. То есть бывали машины и на меньшей скорости я в этот поворот вообще никак не въезжал. И улетал намного жестче. Тут, как видели, это скользко. У нас сейчас дорога мокрая. И тачка вполне себе спокойно завалилась в поворот. И без всяких проблем я, главное, вернулся потом на дорогу. Не знаю, как вам, а мне вот этот пейзаж, который, получается, виден из автомобиля, мне очень нравится. И вообще вот, я не знаю, как-то вот ночь, такой вот цвет и цвет автомобиля, вот этот черный, как нельзя лучше сочетается вот со всем этим. Ну что, остается только разогнаться и прыгнуть по этому шикарнейшему прыжку. Все, полетели. Феррари Айрлайнс. На 349 метров приземлились. Еще и нормально проехались своим шлемом по асфальту. Это все как нужно. И, кстати, забавно, что там у нас стоит установка. Если вы заметите сейчас у левой руки моего пилота, там написано рейс. То есть машина у нас сейчас приведена в режим гонок. Вот интересно, они когда-нибудь сделают такую фишку, чтобы можно было режимы переключать? Потому что, как вы помните, на Mercedes-AMG One у нас можно переключать режимы с трекового на обычный. Здесь же у нас вот, например, Ferrari SP2 Monza. Здесь у нас все время режим гонок включен. Ладно, тачка мне на самом деле нравится, как она едет даже в стоке. Но, тем не менее, я буду не я, если я не зайду в гараж и не посмотрю, что с ней можно еще сделать в плане тюнинга. Поэтому погнали. Модификации тюнинг, пульсическая модернизация и идем, конечно же, в преобразование. И у нас, на удивление, это одна из немногих тачек, где нету никакого свапа движка. Но поскольку у нас, естественно, заднеприводный автомобиль, мы можем свапнуть трансмиссию на полный привод. Ну, конечно же. Ну и поскольку у нас атмосферный двигатель здесь стоит внутри, мы можем поставить двойной турбонагнетатель. Больше преобразования, ничего интересного нету, поэтому дальше идем в аэродинамику и внешний вид. И я очень-очень сейчас вот хочу, чтобы наши любимые плейграунды не испортили форзовскими бамперами и форзовскими спойлерами машину. Давайте взглянем. И, ну, в принципе-то нормально. У нас тут есть небольшие дефлекторы по бокам и маленький сплитер. Такой, он прям не сильно отсвечивает, поэтому, в принципе, смотрится очень даже неплохо. Хорошо. Так, заднее антикрыло. И тут, конечно же, они не могли сделать вот этот вот маленький дактейл, который они делают на многих там маслкарах. Тут почему-то они решили, что нужно поставить вот определенно вот эту огромную большую лавочку. Вот тут она как нельзя лучше будет на машине. И я вам напоминаю, что вот это вот антикрыло, которое, ну, как видите, ну, не к черту вообще на этой машине, оно нам нужно, потому что оно разблокирует регулировку прижимной силы. Ой, ладно. Короче, понятно. Тут все окей. С дисками, колесами, резиной. Резина есть. Шире колеса можем сделать. Диски можем поменять. И можем даже сделать машину более квадратной. Поставить у нее проставочки. Почему бы и нет? Единственное, как видите, нельзя менять размер дисков. Ну, это нормально. Видимо, на машинах в Феррари как-то какие-то ограничения, наверное, сделали сами производители, чтобы нельзя было менять размер уж какой-то совсем другой делать. И машина как-то, может быть, из-за этого не совсем выгодно бы смотрелась в игре. Но я не знаю. В общем, смотрим, что остальное. Трансмиссия, диффы. Тут все понятно. Это все у нас есть. Так, тут тоже все есть. По подвесочкам смотрим. Тут у нас гоночные пружины-амортизаторы по бездорожью. И пружины, и амортизаторы для дрифта. Так, шикарно. И тут что у нас по тюнингу? Ну, понятно, тюнинга мало, потому что двигатель всего один. Это V12, как я напоминаю. Единственное, если, наверное, поставить вот сюда сейчас турбиночку, давайте быстренько поставим, то, скорее всего, здесь у нас еще и прокачка турбин, естественно, добавится. А так, получается все. Го смотреть, что ребята успели поделать по тюнингам. Итак, конечно же, наш любимый Дон Джейвенсонг не мог не приложить руку к столь интересному автомобилю. Поэтому он не стал ждать одобрения, а взял и приложил свою руку S1 Grip Speed, друзья. Мне в предыдущем видео высказали, что нужно ставить от Дон Джейвенсонга настройки, потому что он делает более держаковые машины. Потому что остальные ребята не особо делают держаковые машины. И вот, смотрите, он сделал даже два варианта S1 Grip Speed и No Aero S1 Road. Разница, причем, в управляемости. И самое интересное, что получается, даже не только в управляемости, еще и в торможении, еще и в скорости. Понятное дело, что где нет аэро, то там у нас скорость будет выше. И здесь у нас лучше управляемость, но скорость при этом ниже. Но это S1, я напоминаю. И для S1 это очень даже неплохие показатели. Я вам скажу, самое интересное, что, несмотря на то, что у нас состав шин гладкий, бездорожье, 4.2 при этой настройке. Это вообще жесть. Monsa S2, Grip Handling у нас также есть еще и VES 2. 972, индекс производительности аж получается. На лаг, естественно, тоже приложил руку. Также сделал в S1 настройку. Торможение 7.4, управляемость 8.3. Кстати, разгон десятка, а ускорение 9.5. Что у нас здесь у Дон Джейвенсонга? А, ну тут, в принципе, получается все то же самое. То есть на лаг там также поставил у нас, понятное дело, спойлер вот этот сзади. Не очень кайфовый. Итак, 437 км в час. Я так понимаю, это максимальная скорость получается у данного автомобиля. В общем-то, я больше никаких интересных тюнингов-то и не вижу. FASTEST DRAG. И FASTEST DRAG у нас всего лишь 417 км в час. И я так понимаю, что разгон-то с 0 до 100 и не такой-то большой. 2.5 это не так много. Без спидгрип в S2. Ну, короче, понятно. Давайте попробуем вот эту настройку. Аддон Джейвенсонга. И, как всегда, проверим против непобедимых дрейватаров. Это тот же самый заезд, который был в одном из предыдущих эпизодов, где я рассказывал про Феррари J50. Поэтому, если вдруг что, подсказочка сверху, и вы сможете сравнить два этих заезда. Ну, и, как всегда, я вам показываю, что у меня по настройкам. Уровень дрейватаров, как всегда, непобедимый. И выключение передачи я поставил автоматическое, потому что, как я уже до этого говорил, все-таки многие ездят на автоматическую кругу передач. И сейчас посмотрим, насколько Монса СП-2 себя покажет. Итак, старт. Старт вроде бы неплохой. Обгоняем. Наших дрейватаров. Посмотрим, насколько быстро мы сможем нагнать тех, кто едут сейчас на первых трех местах. И смотрите, здесь у нас дрейватар Джамбо Макса. Так, Макс, сори. Я тебя немножечко грязно обогнал. И здесь у нас Рома немножечко заблокировал мне дорогу на своем ГТРе. Но, тем не менее, я его спокойно объехал. И что я могу сказать? Если в предыдущий раз я ставил настройку от Налака, это один из очень неплохих тюнеров. Сейчас я поставил аддон Джейвенсонга, который также считается одним из топовых ребят, которые умеют хорошо настраивать автомобили. И я вам могу сказать, что если у Налака у него немножечко всегда машины такие overpower, и тебе нужно в поворотах их отлавливать, то, наверное, для большинства настройки от Дон Джейвенсонга будут подходить лучше, потому что Дон старается автомобили делать очень держаковыми. И, следовательно, в поворотах вы не так сильно будете вылетать, как на какой-нибудь настройке от Налака. Поэтому сейчас, как видите, первую тройку я нагнал очень просто, но единственное, сейчас совершил небольшой косяк и слишком заблокировал тормоза. И за счет этого автомобиль у меня просто улетел в занос. Так, поэтому потихонечку здесь оттормаживаемся. Меня зачем-то древотар щемит просто нереально, поэтому об него зайдем в поворот, раз он такой любитель немножечко с нами тут побороться. У меня сегодня коронное слово, походу, немножечко. Я прямо его повторяю и повторяю. Итак, сейчас тут без торможения залетаем. Немножечко пришлось в конце сделать позднее торможение. Стараюсь догнать тех, кто у нас на втором и первом месте. Дмитрий 99 едет у нас на ГТРе, я как вижу в расширении. А вот тот, кто у нас едет на первом месте, я пока что не вижу его ник и не вижу на какой машине он там черебасит. Помню я этот поворот. Он был достаточно серьезный. Неужели это у нас Порше? Это у нас Порше. И я постарался сейчас атаковать ГТР, но у меня ничего не получилось. Но тем не менее, я еду уже просто не упирать ему в бампер. В задний бампер. Я освещаю его номер. И практически могу вдыхать его ухлопные газы. Потому что все-таки у нас открытый кокпит. И все, что происходит на улице, я чувствую. И вот так вот грязно залетаю в этот поворот. В тот раз я точно так же грязно залетел. Все-таки это драватары уровня непобедимы. Поэтому, понятное дело, они любят такими вещами заниматься. Точнее, я люблю такими вещами заниматься, такими драватарами. А они любят вещами заниматься тоже плохими. Вы это, в принципе, видели. Блокируют дорогу так, как могут. Так, поэтому сейчас здесь спокойненько стараемся залететь в эти все повороты. Немножечко по своей траектории я это сделал. Но знаете, что я могу сказать? На J-50 я, по-моему, как-то более эффективно проехал эту трассу, нежели сейчас на Монсе. Но, тем не менее, если говорить про эту настройку, то, ребята, она очень даже неплоха. По-моему, я не так далеко уехал. 2.32. И по времени давайте сейчас тоже посмотрим, что у меня было на J-50. А на J-50 у меня было 2.34. То есть, по сути, я на Монсе сейчас проехал лучше, чем на J-50. Но на J-50 я и другую настройку ставил. Не от этого человека. В принципе, эти два автомобиля очень неплохие для категории S1-900. Поэтому, по крайней мере, я вам рекомендую это Монсе. Если, конечно же, у вас есть сезонный абонемент, и вы можете забрать этот прекраснейший автомобиль. Вот видите, тут даже сами драватары меня ненавидят и въезжают просто мне в задний вот этот вот бампер. Явно хотят снять с меня этот диффузор, который, ну, мне честно кажется, не особо он так хорошо выглядит на данном автомобиле. Но, а что вы? Как вам? Нравится данная тачка или нет? Мне лично она понравилась и своей производительностью, и особенно своим внешним видом. Ну, а вы пишите свои мысли в комментариях. Как всегда, я буду читать и самое интересное отмечать своим авторским лайком. Ну, а я напоминаю, что меня зовут Дима Ван Пойнт. Если вам это понравилось, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И, конечно же, ставить большой палец вверх, если вам это все дело понравилось. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...